Привет, друзья и богини! Почему сейчас темы отношений, эзотерики и психологии самые топовые? Открою секрет, твоя душа всегда стремится к настоящему, даже к подделкам настоящего, даже к фейковой пище в супермаркетах. Но если не хочешь питаться секонд-хендом, слушай внимательно. Психология в переводе «наука о душе» — это наука, в которой нет понятия «душа». Ложь начинается с названия. Эзотерика переводится как «наука о внутреннем, скрытом». Она произошла из духовности. А секреты счастливой жизни и отношений давно раскрыты в древних ведах и в других, более поздних религиях. Дорогие души, если вам надоело питаться секонд-хендом, заходите на канал «Целитель Бога». Жду тебя, душа! Начни свой путь к настоящему. Канал YouTube «Целитель Бога». Честь, истина, мудрость, духовность. Эти тайны меняют всё — и цели, и отношения, и уровень жизни. Смысл первый. То, что ты не знаешь, намного важнее того, что ты знаешь. Смысл второй. Бери то, что не берут другие, в результате получишь то, чего нет ни у кого. Отсюда следует третье. Ищи то, не знаю что. Или никогда не узнаешь ничего нового. Такая жизнь как минимум скучна. Счастье — это искать мудрость и обучаться постоянно. Необучаемость — это болезнь. Один из признаков шезапинии. Но если знать, что неизлечимость — это глупость, то неизлечимого болезни не останется. Вечная мудрость исцеляет и болезни, и жизнь. Истина — корень мудрости. Но плод мудрости — это действие. Поэтому найди меня и действуй, совершенствуй себя прямо сейчас. Подпишись на YouTube-канал «Целитель Бога». Это реальный плюс к камне. Привет, душа! Чтобы рассказать тебе за минуту о духовности, мне пришлось изучать её 35 лет. Я не фейк, и надеюсь, ты тоже слушаешь дальше и продолжаешь изучать. Цель её — в исполнении твоих истинных желаний. Все молитвы возносятся не куда-то в небо, а в твоё собственное сердце. Там живёт не твой ум, набитый чужими мыслями, а твоя истинная сущность. То есть именно эту энергию, которая сокращает твоё сердце каждую секунду и называют Богом. Её пытаются изучить и истики, и учёные. Вера здесь не нужна. Ты веришь в квантовое поле? Нет. Наука изучает его. Суковность — это не готовые ответы, это квест. Классное приключение, которое приведёт тебя к познанию самого интересного, что есть в этой жизни. То есть самого себя. И всё волшебство Бога принадлежит тебе. И весь мир — это часть тебя. И всё в мире — это единое целое. Мой канал называется «Целитель Бога». Хочешь познать истину — приходи, душа. Привет! Сейчас, как обычно, несколькими словами спасу тебе жизнь от рака или от диабета или прочей фигни, которая может случиться. Если ты иногда пропускаешь тренировки и сидишь дома много ешь сладкого или вообще никогда не тренируешься, ленивая жопа. Этот совет 100% спасёт тебе жизнь. После еды, даже если это не просто сладости, медленные углеводы тоже превращаются в сахар. После любой еды сделай один-два подходика, лучше три. На любые мышцы, хотя бы на шею или на попу. На что захочешь. Это спасёт тебя от этого сахара, который не пойдёт на воспалительные процессы и разрушения, а пойдёт на строительство твоих мышц, и ты станешь ещё красивее. Мышцы строятся не из сахара, но без сахара они не строятся. Ты направишь белок и этот сахар на самосозидание, а не на разрушение себя. Заходи на мой канал и коучинг. У меня много таких секретов, которые реально спасают жизнь. Привет, душа! А представь, что ты можешь задать свои вопросы прямо Богу, прямо высшей энергии мира. Ни одному священнику или психологу. Дорогие друзья и любимые богини, я изучаю духовное учение больше 25 лет. Подписывайся на мой новый телеграм-канал, в котором ты можешь задавать вопросы и получать ответы, которые будут соответствовать истине универсальной духовности. Это выведет тебя на новый уровень жизни. Может, ты решишь все свои проблемы. И без сомнения, тебе пригодится опыт моих наставников, потому что это величайшие люди мира. Я стою на плечах титанов. Вы удивитесь результатом этих бесед. Знания есть на этой земле. Святые есть. Гении есть. Присоединяйся к ним. Друзья, обычный день, воздушная тревога, прекрасное небо. Так что если у вас есть какие-то проблемы, если вы не умираете, если вы живете в городе, где нет воздушных тревог, то, блин, забудьте свои проблемы и просто наслаждайтесь. Наслаждайтесь этими своими проблемами, потому что они тоже приключения. И они тоже когда-то закончатся, как и все. И они временные. Вот так вот, друзья. Так что мыслите, давайте на мой канал Целитель Бога. Лучше забрасывайте донаты, чем думайте о своих проблемах. И найдете там много полезного, интересного для себя и для своей жизни. Пока. А вдруг наша недоразвитая цивилизация является всего лишь зачаточной формой жизни? Есть теория, что люди не произошли из обезьян, а деградируют в обезьян. Я думаю, что общество обезьян, живущих в райских джунглях вместе со своими семьями и не способных организоваться для масштабных смертоносных войн, не имеющие границ паспортов, питающиеся экологичными продуктами, снимающие друг друга без слов, чего почти достигают современные просветленные мастера. Это более высокий уровень цивилизации, чем хомо сапиенс, человека так называемого разумного, самые богатые и успешные из которых стараются жить на природе со своими семьями, питаться экологически чистыми продуктами. Машедикарское общество с войнами, убийствами, оружием просто должно самоуничтожиться по теории естественного отбора и уступить место нормальным природным сообществам без границ, паспортов, чипов и сумасшедших императоров. Понимание и мудрость – вот суть, что еще и во всем постоянно, дни и ночи из бесценных трактатов, сдувая пылинки времен, только смысл неземной постигая, не стараясь зубрить постулаты, но живую гармонию и мысли оживить догматический сон. Дух искателя истинной правды, отделяющий зерна от плевел, свойства разума, парамханса, помогают идти налегке, ласки жизни и острые камни только сделают ноги сильнее, дух, наполненный силой шахте, растворяется в даурике. О, великая, вечная сущность, освети всех искателей правды, пусть по милости древних вселенных все успеют тебя осознать, пусть души раскрываются крылья, словно плам великая агния, ни единая темная сила не посмеет святых побеждать, словно дети священных драконов, вырастайте из пепла иллюзий, наших душ нереальные крылья, расправляйте в сетях колдунов, забывайте бессильные соны, будут новые сказки и были, все легенды о войнах света мы сегодня, сейчас создаем. Из книги «Золотая мудрость» Руслана Радуга Друзья, заходите на канал «Свидетель Бога» и слушайте новые песни и стихи. Чего бояться мне космический фантом, владеющий молекулами пыли, полями электронных блоков, далеких звезд космических флотилий, правитель киборга из нескольких костей, в момент игры, где Бог бросает кости, одетый в кожу матричных полей, в сансаре иллюзованных удовольствий. Друзья, мои песни и стихи, путешествия и беседы мудрости смотрите на канале YouTube «Свидетель Бога». Приглашаю вас, друзья и богини. Привет, джедаи! Да пребудет с вами Сила! Ну что, поговорим сегодня о восточных практиках, о правде и истине духовных учений. Ходят слухи, что некоторые тренеры считают тебя тупым офисным планктоном и, исходя из этого, упрощают и изменяют древние восточные практики для того, чтобы как бы ты смог их понять. Но я не считаю тебя тупым офисным планктоном. Я считаю, что каждый человек может понять, если поставить себе конкретную цель, учиться, стараться. И тогда каждый человек сможет научиться чему угодно. Особенно таким важным вещам, как духовная практика, как самозащита, как кунг-фу и другие страшные слова. И поэтому мой новый проект предназначен именно для того, чтобы нести доброе и светлое, чтобы давать вам правду восточных практик, а не упрощенные версии для западных. недоучек, скажем так. Вот, как считают, возможно, у нас на Востоке. Но, все зависит от нас. Вот так вот, друзья. Поэтому приглашаю вас, конечно же, к себе на занятия. И вы узнаете много интересного. Даже узнаете такое интересное, чего даже вы не можете себе представить сейчас. Вот, секреты существуют. Они существуют не для того, чтобы их скрывать, а для того, чтобы их открывать. А кому открывать, это уже зависит от вас, джедаи, от ваших моральных качеств, которые надо совершенствовать. Поэтому я не только даю вам упражнения для вашего физического тельца на занятиях, но я еще и стараюсь научить своих учеников мыслить. И занимаюсь этим уже больше 25 лет. Опыт огромный. Все очень было интересно. И это интересно продолжается. Так что приглашаю. До встречи на тренировках. Да пребудет с вами сила. И не верьте тренерам, которые считают вас офисным планктоном. Друзья, Вселенная предоставила вам уникальный шанс прикоснуться к знаниям величайших мудрецов этого мира. Академиков, чемпионов, священников и шейхов, известных и признанных во всем мире и доказавших истинность своих знаний. Вы начинаете обучение в Международной Трансдуховной Академии Мира и Совершенства Руслана Радуги Аватар. Я верю, что вы так же, как и мы, искренне стремитесь к пути мудрости и жизни и помощи этому миру в достижении совершенства. В процессе изучения первой ступени Академии Совершенства Вы воскреснете и трансформируете свое тело в такое, которого достоин Ваш Дух. Академия Совершенства Аватар это тайны жизни от лучших в мире академиков, целителей, чемпионов. Твоя душа, ребенка, райский сад, выращивай цветы и защищай. Наш ум обрезали, у каждого свой ад, ты по травинке райский сад свой воскрешай. Святой родник струится в том саду, и чистая, как честь его вода, питает душу детскую твою, что в том саду мечтает, как мечта. Люби же, как любовь, свой сад души, водой и чести поливай цветы, расти немедле, но и не спеши, вкус райской жизни зрелые плоды, не вытянешь травинку за росток, и силой не раскроется цветок. Люби же свет и честь, свети мечтою, искрись, как искренность, живи живой водой.